Добрый день, уважаемые друзья! С вами Юрий Хамутский, руководитель Клуба успешных инженеров и руководитель проекта ebaldc.ru Сегодня по вашим заявкам просили рассмотреть ЖК Люберецкий, поэтому, собственно, я его сейчас рассматриваю. Ну и вообще, за время каникул я не делал обзоры каких-то новостроек, а за это время вышло несколько проектов, поэтому в ближайшее время, в ближайшие дни будет небольшое засилие роликов про недвижимость. Заранее предупреждаю, имейте в виду, помимо карьеры и личных финансов, поговорим немножко про недвижимость, про инвестиции. Итак, значит, у нас квартира в Люберецком. Это проект не новый. Находится он, ну, Москва, соответственно, немножко на восток, на юг, на юго-восток, город Люберце. Один из вопросов, который возникает, что здесь стоимость квартир ниже, чем в замкадье в Москве, это связано именно с тем, что одно дело квартира в Москве и московская прописка, другое дело Подмосковье и Люберецкая прописка. Московская прописка стоит дороже. Это норма. Вот буквально здесь вот, если взять Некрасовку, метро Лухмановская и вот новостройки вот здесь, которые относятся к Москве, у них цена будет на полтора миллиона дороже, на миллион, на полтора дороже, чем то же самое, но вот построенное вот здесь в городе Люберце. Вот здесь вот мышкой я показываю линию, да, на карте нам обозначается линия, но мы можем в поиск вбить Люберцы, и он нам покажет вот границы города, красная, розовая, это территория города. И вот здесь, вот здесь, вот здесь, прямо как бы на краю Люберец находится ЖК Люберецкий на северной части города Люберца, прямо на границе с Москвой. Проект это не новый, проект уже почти полностью отстроенный, все вот эти дома, вот 13, корпус 1, 11, тарам-парам-парам, буквы П-образные, и такие У-образные, перевернутые П, практически это все уже построенные дома, часть уже, большая часть заселена, часть сейчас оформляется в собственность. Из новых корпусов мы можем рассматривать только вот здесь три корпуса, раз, два, три башни, и в верхней части вот здесь тоже три корпуса, причем если эти три корпуса у нас уже построены, видите, они уже даже по цвету можете определять, уже у них цвет, ну, желтый такой, да, вот, как у обычных домов цвет, значит, они уже сданы в эксплуатацию, ну, и, собственно, в ближайшие месяцы, пару-тройку месяцев они уже будут активно заселяться. А вот здесь вы видите, что это серые дома, более серый цвет, это еще не построенные дома, и у них еще там вплоть до одного года период строительства. Таким образом, с точки зрения инвестиций рассматривать именно этот объект практически бесполезно, он уже полностью построен, введен в эксплуатацию, и выиграть на вот этом одном годе строительства практически ничего невозможно. Инвестиции здесь бесполезны, как на самом деле сейчас конкретно в большинство, в большинство проектов, потому что, ну, цены перегреты слегка, и рост, ну, тяжело предсказать будущее, но вроде как рост не должен быть таким же стремительным, как был последний год-два. Поэтому про инвестиции здесь, наверное, смысла нет говорить. Что касается самой жизни, покупки под жизнь, это место прекрасное. Для тех, кому не нужна московская прописка. За московской пропиской гоняются пенсионеры и люди, которым скоро выходить на пенсию. Ну, то есть, грубо говоря, 40-45+. Для них важна прописка, потому что на пенсии они получат больше пенсию, больше выплат, выше субсидии. За этим люди гонятся. А для молодежи 20-30, ну, до 40-45 лет московская прописка не важна. И у этого конкретно ЖК очень важное преимущество заключается в том, что оно подмосковное и на миллион, на полтора дешевле других аналогов. Но вот даже если мы так из центра проведем линию до метро, то мы видим, что здесь 750-800 метров до метро. А от некоторых ближайших пропусов и вовсе 400 метров. То есть, это 5 минут пешком, ну, из центра 10 минут пешком. Очень близко до метро. Ну, метро вот здесь вход. Вы можете сказать, что надо вот сюда тянуть, да, там, где буковка М была. Вот здесь вход ближайший, единичка, первый вход. В пределах 10 минут здесь все. Это очень круто. Это очень круто для молодежи жить, сэкономить на жилье, жить в Подмосковье. Все равно никакие московские льготы молодежи не нужны. И быть около метро. Это круто. Что касается самой застройки Пиковской, здесь она не вся родная Пиковская. Немножко вот необычные дома с выступами есть и так далее. Здесь не везде родной дизайн. Пик любит строить прямоугольники, квадраты, а здесь какие-то дома немножко растопырку. Ну, Пик в свое время покупал разных застройщиков, и архитектура может быть разная. Вот здесь уже пошли вот типичные дома Пиковские, да. Два Г-образных дома образуют двор без машин. В целом, чем хорош Пик, тем, что он научился неплохо соблюдать качество, выдерживать качество строительства. Оно может быть не самое лучшее, не самые лучшие материалы могут быть использованы, да. Но они научились его хорошо контролировать и делать все однообразно. На одном уровне все и везде. Это большой плюс. В отличие от мелких застройщиков, где реально кот в мешке, здесь вы получаете вполне прогнозируемое качество. Это очень важно. Говорить о том, как дома здесь лучше или хуже других Пиковских домов, я бы не стал. Потому что Пик не строит одинаковые проекты на 100%. Каждый раз он что-то меняет. Причем каждый раз он меняет что-то в лучшую сторону, а что-то в худшую. Единственная, наверное, константа, постоянный косяк Пика, что они делают очень дурацкие окна и вентиляцию, встроенные в окна, которой, по-моему, недовольны вообще все. Но они принципиально не хотят делать откидные окна. Хотя, мне кажется, по-моему, здесь как раз есть часть домов с откидными окнами из старой застройки. Вот. А так, вот сколько я знаю их проектов, они в одном месте сделают хорошие окна, люди счастливые. Пик понимает, что окна получились слишком хорошие, и они, следующий проект, делают окна хуже. И там уже довольно их меньше. И наоборот. На каком-то проекте они делают какие-нибудь навесные балконы или эти технические балконы для кондиционеров, понимают, что это лажа, совсем уж лажа, и потом начинают делать корзины под окнами и там более серьезные балконы, нежели навесные. То есть у них все это болтает туда-сюда, то одно, то другое. Говорить, что здесь будут, соответственно, свой набор преимуществ, свой набор недостатков. Я думаю, что не будем мы слишком подробно на этом останавливаться. Близость метро – это важнейший фактор за достаточно низкую цену, поэтому с позиции жизни, если вам подходит этот район, если вас устраивает локация, то прекрасно. Отмечу еще один важный момент. Здесь идет линия метро, это Некрасовская новая линия, которая немножко пересекается с фиолетовой линией и приходит на станцию Нижегородская. Это готовящийся хаб – транспортно-пересадочный узел ТПУ. Сейчас здесь пересадка идет на МЦК, и дальше эта линия пока продолжается до Авиамоторной, Лефортовой или Грозаводская. Но, по идее, вот этот кусочек из трех-четырех станций дальше войдет в состав БКЛ, и Некрасовская линия закончится на Нижегородской. Казалось бы, не самый лучший финал. То есть, какая-то второстепенная линия. Но на самом деле у этой линии есть преимущество. Не преимущество, а перспектива. Перспективу мы можем с вами разглядеть на сайте МОЗ.ру, где обсуждается Архангельская линия, Рублево-Архангельская линия метро, которая будет, ожидается к строительству где-то 25-27-му, что ли, году. То есть, не самая ближайшая перспектива, но проектируется и уже частично строится. Вот тут первый участок есть, второй участок и так далее. Но самое главное, что здесь в конце есть схемка. Вот про эту линию мы сейчас с вами говорили. Архангельская, Рублево-Архангельская. Вот эта коричневая линия влево-вверх уходит. А, подождите, друзья, неправильно я все говорил. Это я перепутал с Бирюлевской линией. Они будут соединяться. А мы с вами говорим про Некрасовскую линию. Некрасовская линия потенциально будет соединена с Троицкой линией. И вот этот коннекшн такой, он позволит сделать гораздо больше пересадок на другие линии. То есть, эта линия Некрасовская будет более полноценной, более полноценной радиальной линией с большим количеством пересадок за счет вот этого вот транзита в Троицкую линию. А Троицкая линия, как мы с вами уже знаем, она уже строится, она активно строится. Вот этот участок от центра от станции ЗИЛ, где здесь новое метро Новаторское, на БКЛ, и далее там до Коммунарки. Это первый участок этой линии. Он активно-активно строится, там уже тоннели роют вовсю. Поэтому, ну, дальше это будет продлено на Троицкой и потенциально здесь соединено с Некрасовской. Таким образом, я к чему говорю, что если вам сейчас кажется, что Некрасовская линия – это немножко ущербная, второсортная линия, так как не такая развитая, как все остальные радиальные линии, то у меня есть две радостные новости. Во-первых, вот здесь на станции Косино вы можете пересесть на фиолетовую линию, Лермонтовский проспект, и фиолетовая линия полноценно вас ведет в центр города, и полноценная радиальная, единственное, что фиолетовая, очень загруженная линия. Ну, а второй момент важный, что будет соединена потенциально с Троицкой линией, и будет больше пересадок. Еще чем мне нравится именно эта линия, что она менее загружена. Ну, если сравнить, вот здесь вот станции Желебе на Котельнике, это адские станции уже сейчас по утрам, и дальше у них на пути Выхино, и ад удваивается, а потом на Рязанском проспекте утраивается. То есть фиолетовая линия врагу не пожелаешь. А вот эта новая Некрасовская линия, она пока гораздо более свободная, и опять-таки вот в чем еще маленькая такая плюшка, тут пока нет никаких планов о продлении линии Некрасовской. Нам особенно продлять некуда. Но если, например, вдруг, вот представьте, да, что вы утром едете в центр города, и на Некрасовской все места в метро заняли, вам приходится стоять. Ну, так ничего страшного, вы же можете отсюда, от ЖК Люберецкий, вот так вот пройти до Некрасовки 15 минут пешком, и на конечной станции сесть, уверенно сесть в метро. И это круто. Это очень повышает настроение людей, что они могут по утрам, сидя, ехать в новых поездах, бесшумных поездах московского метрополитена. Это круто. Вот такие дела у нас, друзья. Все. Спасибо за внимание. Заканчиваю обзор. Ждите обзоры новых ЖК в ближайшее время. Пишите, если какие-то ЖК вам интересны. Я тоже постараюсь их рассмотреть в приоритетном порядке. До связи. Удачи. Пока. Продолжение следует...